всем привет дорогие друзья с вами я александр михаленко сегодня со мной мой друг олег мечтом of мы находимся в ялте приехали сюда уже ночью и конечно же как побывать ялте и не поесть самой вкусной шаурмы вот друзья это шаурмечный называется лаваш реклама не проплаченная поэтому мне не заплатили если вы знаете хозяина скажите чтоб у гостинных бесплатный шаурмой да друзья это самая топовая шаурма наверное в крыму мы сюда с сашей приезжали уже неоднократно даже бывали такие случаи что мы сидим судаке и нам просто захотелось нормальной шаурмы мы садимся машину и едем чисто ради шаурмы ялта крыма проезжаем чтобы здесь поесть шаурман действительно вкусно и попробуйте обязательно в комментариях напишите свой отзыв понравилось вам или нет это очень-очень важно что всем вам советую да это не реклама мы просто делимся своими рекомендациями в общем друзья мы взяли по две шаурмы и по два бургера стоимость короче шаурма стоит 200 рублей на тут два вида мяса курица и что там говядина и бургер взяли на то что 200 рублей тот самый вкусный бургер это не реклама не подумайте в любом случае друзья мы весь день прокатались очень голодные реально специально в ялта ехали с фароса заехали сюда чтобы бояться не усами на шаурмы что сейчас поделимся впечатлениями посмотрите сколько здесь мясо такое большое количество бургер друзья бургер необычно лед котлета там для 300 как это шутка на заваре совай говорю сырная сырная короче тогда тоже сырной кольцо или котлетка тут соус я забыл название клюквенный соус в общем друзья бургер вы видели готовится по размерам он такой приличный все я щас голоду выдавать приятного всем приятный аппетита берите с собой еду с нами ешьте там были не вкусно блин специально из москвы ехал чтобы поесть уча вы реально для очень вкусно место сколько нам заплатили на регламу очень вкусная котлетка очень вкусно однозначно я рекомендую это лучше шаурма взял эти сто процентов во первых в эту шарму кладут сыр сулугуни также здесь листья салата соленые огурцы свежие огурцы идут потом капуста картошка фри сюда добавляется то есть ну тут просто именно сытные полноценные минарка вкусный и ужин и завтрак и обед чё хочешь передать им очереди до начала только что подошла после нас заказала это нужно было ждать 45 минут в общем очереди своей а мы прождали 30 до поэтому смотрите заказывайте заранее ждать придется для ролика твоего столько разговаривать хочу не тесно если на эти места где готовы в крыму вкуснее пишите в комментариях обязательно проверим это место и скажем вам свое мнение так там можно уже короче открывать шава патруль держится но вы только посмотрите на эту шаурму обжаренная просто со всех сторон посмотрите на это мяско выглядит супер аппетитно ялтинский лук или что это или на ялтинский лук фиолетов еще ялтинский лучок здесь все я пошел кушать я уже съел еще все равно хочется одну съесть такую же честно очень вкусно их можно сразу две заказывать друзья и вы точно 2 съедите мы заказали себе по одному гамбургеру до фрайбург фрайбургер он называется и по одной шаурме чтобы немножко разнообразить но и этот этот вариант очень будет вкусно это 22 топовых блюдо в принципе вот это самая дорогая мясная с говяжьим мясом и фрайбургер тоже самый топовый бургер самый дорогой потому советую попробовать я думаю вы не пожалеете плотно покушав можно выйти уже или на набережные прогуляться по ялтинской набережной посмотреть как здесь весной если здесь люди ну конечно ли здесь есть потому что я вот эта столица крымских курортов все сюда приезжают на прогулочки посмотрите наконец таки заработала эта подсветка на дереве сколько я здесь был раз она не светилась никогда даже на новый год она не светилась а сейчас друзья вот так красиво подсвечивается сделали ура и внизу вот такие фонари тоже подсвечивают деревья кстати посадили цветочки новые видите такую сделали клумбу конечно мы приехали сюда ночью не успели днем но обязательно сюда приедем и днем покажу вам море искупаемся на массандровском пляжике поэтому друзья если вы вдруг еще не подписаны на канал обязательно подпишитесь чтобы не пропустить мои купания на массандровском пляже но на ялте как всегда приятно прогуляться можно подышать этим морским воздухом здесь как всегда такая уютная обстановка думаю сами все видите посмотрите как на горе вон там следят и домики тоже очень красиво как будто звездное небо смотрим а чуть ближе подойду покажу вам море обычно в этой части набережной большие шторма но сегодня на море штиль ветра нету погодка замечательная пришла настоящая к нам весна друзья поэтому можете смело уже проезжать в крым уже не так холодно как было это зимой смыть и моя красный цветок уже можно свободно гулять а вот сейчас идеальное время для похода в город потому что крым расцветает появляется много разных цветов диких горах поля я буду вам показывать дикие пионы тюльпаны шафран я вам уже показал дикий ну и думаю будет впереди еще много всего интересного у нас из крыма поэтому буду стараться по возможности вам все показывать ну и конечно ялкинская природа это прям шикарнейшая природа тоже здесь сосны кипарис они все-таки пышные высокие общем друзья гулять здесь одно наслаждение ты просто и идешь и отдыхаешь вот так морально от всей суеты от какой-то поэтому ялкинские прогулки помогают здоровью да здравствуйте вот друзья наши зрители здесь смотрят нас в ютубе расскажите нам как вас зовут пусть будет немножко рассказать нам информация делки люди так скажет проблемы с водой делать есть но по графику дает на вас частный дом или квартира свой да понятно в частном доме проблем нет но в квартире что есть вода что за место к району расскажите нам горах есть значит водичка хорошо ладно спасибо продолжайте рассмотреть спасибо большое так вот так друзья наши зрители говорят проблемы с водой нет но у нее частный дом живет где-то ближе к горам крымским ну надеюсь что проблемы все-таки к лету решат потому что скоро начнется курортный сезон всех вашим вас я жду конечно же здесь в крыму судаке в ялте но я больше жду вас судаке потому что я буду там летом тусоваться вы это можете бы часто встречать на набережной на пляжах будем снимать не стесняйтесь меня когда я буду с камерой какие-то вопросики задавайте сами отвечайте в общем главное не бойтесь подходить ну как видим люди еще ходят с курточками друзья вечера у нас еще прохладно и но еще пару дней думаю все я прям легкой куртки и друзья холодно но явно как всегда спокойно круто давайте пройдемся здесь на подыграет музыка а youtube не любит музыку из авторские права может дать нарушение но ялта всегда как мы видим светится я красиво что могу сказать город ялта красивый особенно его набережной там лучшая набережная крыма потом идет конечно же судак расскажет александр надо я со своим судакам ну друзья люблю я город судак ничего затем поделать не могу поэтому терпите как говорится давайте идти дальше но эти кустики все подстригли скоро не позеленеют будете зеленый этот собачка которая поет здесь хозяева которая ждала уже сворачивается друзья уже от выступали свое сегодня сейчас дойдем до знаменитых ялтинских пальм смотрим на них здесь принципе ничего не изменилось здесь даже птица как она была на новый год так она осталась но скорее всего на и в сезон будет стоять но она в принципе неплохая мне это фото зона нравится поэтому можно прийти сделать сидеть фотографии но самый лучший фото сакова ракурса делать я вам уже показывал предыдущих роликов роликах те кто смотрел должны знать откуда нужно делать правильно фото с этой жар птицей так но мы с вами отправляемся дальше сушу играет какая-то группа там музыка нам не нужна музыка вот так на набережной стоят с телескопами можно посмотреть на звездное небо на сатурн скорее всего на планеты на луну я смотрел нас судаке круто конечно попробуйте посмотреть вот меня очень впечатлил сатурн кольца вокруг сатурна ладно давайте идти дальше возможно встретим еще своих зрителей и не таких стеснительных и более детальными что-нибудь расспросим про ялту носили конечно будет местными жителями они отдыхающими кстати друзья напишите отдыхали ли вы уже отдыхали взяли ли вы уже себе летики на отдых в крым в этом году и если да то в какой месяц вы планируете посетить крым и и какой город конечно же напишите какой вам больше нравится и где вы будете отдыхать кстати сейчас будет небольшая рекламка если хотите не хотите не воспользуйтесь сайт суточно ру если будете бронировать там жилье то можно ввести промо-код михайленко русскими символами вам будет скидка 1 тысяча рублей поэтому если вдруг все равно будете бронировать то можете им воспользоваться ну конечно друзья вот мы уже подходим к пальмам набережная очень чистая как и всегда в принципе я не видел ни разу взял этих грязной набережной как видим на ней ухаживают каждый день тут убирают молит ну пройтись по такой набережной приятно так давайте дойдем не на одной набережной крыма нет столько пальм как в ялте и они здесь такие высокие вот такие гирлянды и иллюминации они пару пальмам не вредят уж несколько лет здесь взять пальмы еще же курьи красиво очень красиво местные бы выходили отдыхающие приехали гуляют ну однозначно нужно побывать если вы конечно приехали чтобы сравнили с другими городами потому что делал это город один из главных курортов крыма и обязательно идет посетите но вам точно понравится но летом вот здесь по набережной пройти невозможно потому что очень-очень много людей лучше время это конечно же если просто для помощи приезжайте то майские праздники на мальске еще немного людей было поэтому можно сгодиться природа и походами в горы за мной вот вот и самая мальчик 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 Не хочу я вилитеров, мир таким, вилитеров не таким, вилитеров не таким, но я в эти веселья всегда. Здесь всегда есть что посмотреть, что послушать, скучать вам здесь даже зимой не придется. Да, друзья? Это городок. Ялта однозначно топ-курорт, ну здесь и ценный летом топ, я вам скажу, если сравнивать с другими курортами, то Ялта это самый дорогой город для отдыха в Крыму. Если ваш бюджет позволяет, то, конечно же, приезжайте здесь, отдыхайте. А если нет, то можно выбрать что-нибудь попроще, какой-нибудь поселочек с неплохими пляжами. Вот я был в Приморском, сейчас скажу, мне там очень понравились пляжи, пляж и море, там такой цвет и море шикарный был. Видите, конечно, пляжи, пляжи есть, но они не такие большие, я вам скажу, тоже Массандровский пляж, он летом так забивается, что невозможно даже место найти. Или взять Приморский этот пляж, который в Ялте находится, он тоже прям под завязку, запит с людьми. А если вы любите такой дикий, спокойный отдых, то я вам бы рекомендовал ехать в какой-нибудь поселочек. Ну, а в Ялте можно на день-два приехать, погулять, посмотреть вообще город, достопримечательности. А здесь их очень много, их тут и года не хватит, чтобы все посмотреть. Ну, а в основные можно съездить в дворцы, конечно же, Ай-Петри нужно побывать, прокатиться на канатной дороге, либо на маршруточке туда подняться, посмотреть на водопад Лучинсу, пока в нем еще есть вода. В общем, друзья, чем себя занять, вы и здесь точно найдете. Ну, летом здесь, конечно, куча кафеша, клубов, в Судаке только один клуб остался, гурман, который работает, остальные все просто позакрывались, потому что не востребованы. В Судаке есть контингент, который уже постарше, молодежь особо в Судак не едет отдыхать, поэтому клубы закрылись, остались кафешки, столовые, вот столовых стало очень много, но зато можно дешево покушать. Ой, друзья, какие шикарные пальмочки, посмотрите, просто одно заглядение. Идешь и радуешься, что мы в Крыму. Крыму назначен топ. Вот, смотрите, какой круг пальм, посадили цветы. Конечно, друзья, за Ялтой уход хороший. Высаживаются всегда все, и делают это качественно и красиво. Жаль, что днем не успели сюда, так показали вам дневную Ялту, но я и сказал, что мы еще сюда обязательно вернемся, чтобы подснять для вас и дневную Ялту. Вот такая Ялта красавица. Кстати, время так быстро пролетело, вроде бы только закончился прошлый сезон.